В Рязанской области продолжаются поиски 40-летнего мужчины, жителя рабочего поселка Шилова. Денис Сидоров пропал 29 апреля этого года. До сих пор о нем нет никакой информации. К поиску пропавшего подключились следователи. В данный момент проводится проверка по факту безвестного исчезновения жителя Шилова. Кроме этого, в области пропали еще три человека, по которым до сих пор не удается получить каких-то данных. В частности, недавно волонтеры пытались на отклик найти 79-летнего жителя спас Клепиков Владимира Михалева. Владимир Михалев вышел из дома 24 июля и не вернулся. Был одет в черную вязаную шапку, серый свитер, серые штаны, черные резиновые тапочки. Кроме того, в этот же день в Клепиковском районе пропал еще один мужчина с 78 лет. Василий Чемоданов пропал 24 июля. Был одет в камуфлированную куртку, байковую рубашку, черные резиновые сапоги и в бейсболку болотного цвета. Еще один пропавший – Александр Руденко. Он исчез 5 августа этого года. До сих пор о нем не появилось никакой информации. Мужчине 43 года. Он может находиться как в Рязани, так и в области. Александр был одет в синие шорты, темно-синюю футболку с узором на рукаве и в серо-черные сандали. Еще один пропавший житель Новомичуринска – Александр Корнеев. В его поисках появилась одна зацепка. Она была отработана, но не дала своих плодов. 11 августа уехал из дома на автомобиле ВАЗ-2107 цвета баклажан и до сих пор не вернулся. Он был одет в синие спортивные штаны с белыми лампасами, синюю футболку в бело-красную полоску и черный шлепнуть. В настоящий момент поиск продолжается и в нем принимают участие родственники пропавшего, полиция и местные жители. Немалую работу проделал и сам отряд «Лиза-Алерт». У волонтеров есть четко отработанная схема, по которой они могут найти человека даже в глухом лесу. Мы осматривали различные участки местности, садовые товарищества, расклеивали ориентировки, опрашивали местных жителей и автопатрулировали. Пока поиски Корнеева и других людей продолжаются. До сих пор неизвестно, по каким причинам пропали все пять мужчин. Родственники пропавших переживают. Если кто-то из зрителей видел этих людей или у кого-то есть информация о них, волонтеры «Лиза-Алерт» просят им сообщить об этом. Кроме того, информацию можно предоставить и в полицию. Также отряд «Лиза-Алерт» напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности. Если кому-то пришлось срочно уехать из дома, стоит оставлять близким записку о месте своего нахождения, позвонить или написать им смс. Особенно это касается тех, кто отправляется в лес за грибами или ягодами. В идеале не стоит ходить в лес одному. Лучше всего при себе иметь компас и хорошо заряженный телефон. При себе хорошо будет иметь питьевую воду, нож, дождевик, спички и еду. Лучше всего не надевать одежду камуфляжной расцветки, а отдать предпочтение ярким непромокаемым вещам. Так спасателям будет проще обнаружить человека. Кроме того, заходя в лес, желательно запомнить любые ориентиры. С какой стороны солнце, телефонная вышка, дорога или река. Анна Герцовская, телекомпания «Город».